Мы не собираемся валить эту власть вместе с либералами, но и помогать этой власти мы также не собираемся. Мы, братья мои, националисты и великодержавные сталинисты, должны играть в собственную игру. Почему? Ну, до этого, собственно говоря, мы получили абсолютно по башке. За нас никто не тянул, как за Ивана Голунова, когда нас арестовали, наших братьев. Но если, подчеркиваю, если ситуация пойдет с неконтролируемым обострением, что никакого, как вы понимаете, медленного гниения уже не будет. Я всегда это говорил, а дураки мне пытались возражать. Нет, здесь ситуация носит нелинейный характер. Если все пойдет неконтролируемо, и если, собственно говоря, нынешнее руководство будет так или иначе срубленное, убранное, будет принуждено, так сказать, к уходу, к отречению, может его, собственно говоря, арестуют или вообще устранят. Ну, всякое бывает. Мы же сейчас в стране третьего мира, в Латинской Америке, сколько, извините, правителей было так или иначе отстранено, а то и, так сказать, просто устранено. Но, если это случится, то пока все эти еще прозападные либералы возьмут власть, какие-то свои структуры сделают, да, будет, собственно говоря, неразбериха. В этот момент нам нужно будет сплотиться и драться. Помните, как говорил комитет, когда мы говорили на комитете 25 января? Нужно будет перевернуть переворот. Потому что то, что идет следом, да, вот как, вы знаете, помните, как в Советском Союзе власть КПСС свергли в августе 91-го года? Но такая шваль, шпана, такое отребье хлынуло тогда наверх, что, в общем, мало не показалось. Будет примерно аналогичный процесс. Вот мы его не должны допустить. Так что тот, кто готовился к этому моменту, у кого-то, так сказать, маслятая капуста, у кого решимость, мышцы, они, в общем, должны держаться вместе. Потому что ситуация идет к новому 1991-му году. Мне говорят, мои друзья, что, может, там полтора года осталось. Но я вижу, что действительно все очень-очень быстро развивается, так сказать, вот, каскообразно. Но мы не должны будем допустить вот той самой повторения катастрофы декабря 1991-го года, новой Беловежской пущей. И надо, наконец, взять судьбу у страны в свои руки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!